Как я стала садовым блогером? Да, собственно говоря, как, наверное, и все. Появился Инстаграм. Я очень много времени провожу в своём саду. Раньше проводила ещё больше. Соответственно, тот контент, который я могла бесконечно, нон-стоп, с утра до вечера лить в Инстаграм, был садовый контент. И я просто показывала свой сад. Я начинала, когда ещё не было сторис. Я писала какие-то посты, снимала какие-то видео о своих любимых растениях. Я тогда не задумывалась об обучении. Мне очень хотелось учить людей, но я не понимала, как. Но потом в один прекрасный момент пришли, собственно говоря, люди ко мне на экскурсию. И случилась такая хорошая садовая беседа, которая всем очень понравилась. Вот так вот я стала садовым экспертом. Правильно ли я понял, что ЭКО Москвы закрылось, а подкаст остался? Да, на всех подкастных площадках подкасты все в сад сохранились, естественно. Но кроме этого, про мой сад ещё до подкастов снимали передачи. Снимала Ирина Белышева о ландшафтной хитрости. Там два или три выпуска о моём саде. Снимали ребята из Грин Типс. Тоже там два или три выпуска про мой сад. С этого года я снимаю про свой сад сама. Благодаря тебе, Саша, в том числе. Как ты вообще пришла в сад? Ну, наверное, прежде всего это гены. Потому что мне с самых ранних лет, то есть в 18 лет я уже мечтала. Да нет, раньше у меня в 14 лет в дневнике есть запись, как я мечтаю, что у меня будет ферма, как я мечтаю, что у меня будет конюшня, и я буду скакать по полям на гнедом жеребце. Поэтому, скорее всего, всё-таки это 100% гены. Мой дедушка всю свою жизнь занимался сельским хозяйством уже в более зрелом возрасте. Возглавлял сельское хозяйство всей нашей страны. Мой дядя тоже был в сельском хозяйстве. Ну, мой папа тоже был неплохим садоводом и огородником. И, видимо, я пошла просто по стопам своих предков. Кроме того, я родилась под очень земным знаком гороскопа. По году я бык, месяц у меня телец. В мае у меня день рождения. То есть, получается, и отсюда, и оттуда, отовсюду по чуть-чуть. Ну, в 18 лет я уже мечтала о саде, и в 26 он у меня уже был. Если бы ты могла выбирать, где будет твой сад, всё-таки это Россия? А у меня же есть второй сад. То есть, у меня есть сад здесь, в Подмосковье, и второй сад на Кипре. И когда мы купили там землю и дом, я несколько лет пыталась заниматься там садоводством. И поняла, что это не моё. То есть, мне совсем не близко садоводство в более южных регионах. И с тысячи раз я бы выбрала нашу средний широт. А что тебе там не понравилось? Сильно жаркое лето, совершенно другой набор растительности и гораздо меньшая сезонность. То есть, вот эти вот перепады изменения сезонов, отсутствие зимы, отсутствие такой яркой, красивой осени, какой она может быть в нашей средней полосе. Да много всего, на самом деле. Я даже не пыталась чётко понять и оценить, что именно. Но мне садоводство на Кипре неинтересно отсловаться. Здесь сезонный малоуходный сад. Я правильно ли понимаю, что это больше про хвойные? И да, и нет. Здесь ответ будет двоякий. Конечно, без хвойных в нашей средней полосе высоко декоративный, малоуходный сад, который все четыре сезона имеет свой характер, оригинальность, которая отличается. То есть, весна в моём саду, даже ранняя весна отличается от поздней. Поздняя весна отличается от лета. Лето отличается от осени и тем более от зимы. Но костяк, конечно же, держат хвойные, потому что вот это шесть месяцев нашего, ну скажем так, печального периода, да, это с осени, получается, с октября-ноября до марта-апреля. Ничего, кроме хвойных и красивой графики злаков лиственных, которые опадают, именно красивой графики ветвей у лиственных. И, кроме того, каких-то отсветших соцветий тех же самых гортензий, которые зачем-то все на зиму обрезают, я не понимаю, зачем. Конечно, невозможен. Но если переборщить в саду с хвойными, особенно с крупными хвойными, будет тоже грусть и тоска. Будет один сплошной лес, будет излишнее загущение, будет слишком много тёмного цвета. Потому что, если говорить про хвойные, вот эти вот голубенькие, вот эти вот жёлтенькие, это чаще всего перебор. Они нужны в саду. Причём в некоторых садах только голубенькие, в некоторых садах только жёлтенькие, а в основном всё-таки зелёные. Фалатовые там или тёмно-зелёные, но зелёные. И много зелёного, тёмно-зелёного цвета – это перебор. Много пестроты – чаще всего тоже перебор. Тут везде нужен баланс. Ну, то есть, получается, это как с одеждой, по сути, да? То есть здесь любой какой-то перегиб, да, выглядит немножко уже кичёвый, либо, наоборот, слишком траурно. Или неуместно. Любой перегиб чаще всего выглядит неуместно, так как мы живём в реалиях всё-таки тех территорий, которые у нас есть, и тех дачных посёлков, которые у нас есть, и тех соседей, которые у нас есть, и тех строений, которые мы когда-то себе построили в каких-нибудь интересных цветах, оригинальных. Или в кирпиче. Тоже как бы достаточно сложно рядом с кирпичным домом, красным и кирпича, создать японский сад, чтобы это было гармонично. То, конечно, всё, что излишне, всё перегиб, и всё неуместно. Можешь ли ты о человеке сказать, увидев его сад? Увидев сад человека, я могу оценить его квалификацию, его экспертность в области садоводства и чётко определить его увлечение. То есть это может быть сад коллекционера, опытного, знающего, но которого не интересует эстетика, например. Или это может быть сад огородника, или это может быть сад неофита, человека, который быстро начал, быстро всё посадил, не разобравшись с теми. Это я могу сделать, а говорить о человеке как о личности далеко не всегда. Хотя я точно знаю, что сад – это, конечно же, отражение человека. Но иногда с помощью сада люди решают свои внутренние проблемы, реализуются. И вот я не психолог. Эти вещи я, конечно, не могу раскопать до конца. Что такое концепция садов? Ну вот мы сегодня целый день гуляли по моему саду, снимали много видеоконтента. И вот Саша, наш оператор, он сказал, что у тебя европейский сад. И это действительно так. Когда я закончу вот эту свою альпийскую тему, закончить, наверное, я не закончу никогда, но, скажем так, доведу до ума свой альпинарий, и вот в том месте, где он сейчас расположен, мой сад станет больше похож на сад горной долины. Когда я доведу до ума свой ручей, свой пруд, потому что это именно концепция, которую я хочу в своём саду реализовать. Горная долина. И такие сады в основном встречаются именно в Европе. Мало, ну, может, ещё в Америке где-то. Но их не так много. Их можно, в общем, по сути, пересчитать, несколько раз загонуть пальцы на наших руках. Вот. А кто-то увлекается розами, и это будет яркий, красивый, нарядный сад. Но туда не подойдут многие другие вещи. И вот это вот чёткое понимание того, какой сад хотел бы ты себе создать, это и есть концепция сада. Потому что она будет подразумевать и набор растений, которые ты туда будешь высаживать, и наличие или отсутствие геопластики. Геопластика – это изменение рельефа. В случае, если сад абсолютно плоский. Как у меня. У меня достаточно много геопластики. И с помощью альпийских горок реализованы, и с помощью насыпных холмов. И с помощью пруда в том числе. Когда-то это была абсолютно плоская территория, по большому счёту. И вот когда человек понимает, какой сад он хочет создать, хотя бы просто образ. Чаще всего это отсылка к детству. Самые яркие воспоминания детства о природе, о тех местах, где мы были. И что нам запало. О том, где мы жарили картошку, пекли вернее тогда. Или о том, где мы сплавлялись на байдарках с родителями. Чаще всего остаются в нашей памяти навсегда. И оттуда эту концепцию можно подтянуть. Точнее так. Оттуда можно подтянуть ответы на вопрос, что истинно в твоих желаниях садовых, а что наносное. И когда есть концепция, становится понятно, где мы играем, где мы не играем. Где мы, собственно говоря, что-то насыпаем, где мы что-то откапываем, где мы что-то сажаем, а где-то мы даём вот этот воздух и пространство. Кто-то живёт в тенистых садах, лесных. Кто-то живёт в садах-полях, открытых. Тоже зависит от человека, от его потребностей, от его темперамента, от очень многих вещей. И на этом тоже основывается концепт. То есть правильно ли я понял, что если мы обращаемся к ландшафтному дизайну, что ландшафтный дизайн отражает наши комфортные воспоминания, тот ландшафтный дизайн, который мы хотим из детства, плюс какие-то наши темпераменты и какие-то другие качества личности. Ну, я бы не называла это ландшафтным дизайном, я бы называла это всё-таки садом, потому что ландшафтный дизайн – это немножко другое. Ландшафтный дизайн – это уже прорисовка той концепции, которую ты для себя выбрал. И он далеко не всегда нужен, особенно если сад небольшой. И особенно если ты садовод и собираешься за этим садом всю свою жизнь ухаживать. Потому что если ты садовод, как мы уже говорили сегодня, сад – это не результат. Сад – это процесс. И надо обязательно оставить себе место в саду, для того, чтобы этот процесс тёк естественным образом, а не состоял из сплошных переделок, уже сделанного. Можешь ли более подробно рассказать концепцию естественного создания на своём куске земли естественного микробиоциноза колоклачка природы? Как это для тебя? Для меня это тема моих обучающих курсов, которые я веду уже третий год. И именно вот эту концепцию природного органического садоводства, декоративного именно, не огородного. Я проповедую. Это вот философия садоводства, такого природного, это, наверное, моя тема. Я в ней развиваюсь, я её изучаю, я в неё последние годы погружаюсь практически целиком, когда занимаюсь садоводством. И рассказать её за минуту или за две мне сложно. Ну, это как минимум тема нескольких подкастов получасовых. Если говорить по сути, то учиться надо у природы. Всё, что показывает нам природа, это и декоративность максимальная, всесезонная. Ну, я имею в виду среднюю полосу нашу, да. И набор растений. То есть у нас в лесу растут те растения, которым хорошо в лесу, в природе. И в саду точно так же. Не надо сажать растения, которым хорошо в лесу, на жаркий санцепёк, без какой-то притенки. И наоборот, не надо сажать растения, которые растут в степи, под жарким солнышком, рядом с камушком, опять же, да, с моим любимым, куда-то в тень. Но здесь включается сразу же следующая вещь, потому что то, что мы видим в природе, особенно не совсем в нашем регионе, а чаще всего мы хотим посадить свой сад, ну, вот, к примеру, магнолии. Они в Подмосковье не растут. Но они растут в Китае, в Японии, в Америке, в конце концов. И, естественно, у нас выживают те либо сорта, либо природные виды, которые более или менее по условиям климатическим подходят для нашего региона. И если там они растут, например, в тенистых лесах, а магнолии в основном это лесные растения, то в нашем климате далеко не всегда им понравится в глухой тени под деревьями, потому что в каждом саду есть набор некоторых факторов, которые нужно учитывать. То есть это как поправка, как корректировка, которую нужно понимать, как это пересчитать, да, учитывать для того, чтобы подобрать в своем саду для этого растения идеальное место. Но смысл все равно такой. Мы отталкиваемся, в первую очередь, от тех условий, в которых это растение растет в природе, а потом делаем поправку на условия в своем саду. И как бы еще один момент очень важный, тоже как бы у природы, к которому я училась всегда, это мульчирование почвы, собственно говоря. Без мульчирования в природе нет голой земли. И у нас в саду ее быть не должно. Без мульчирования мы не можем заниматься садоводством, малоуходным и высокодекоративным. Ну и обработки с удобрениями. В природе же никто ничего не удобряет или не обрабатывает. И ничего, как-то они там все выживают уже много миллионов лет. Да, что-то меняется, да, там зарастают степи какими-то лесами, да, там леса, собственно говоря, пропадают. Но это миллионы лет. Это не вот тебе раз. Столб. Лист того, что не надо делать. Чего не надо делать? Не надо подкармливать и не надо обрабатывать. Объясню почему. Растение, если мы постоянно его подкармливаем, не развивает хорошую корневую систему. Кроме того, мы не понимаем, но это все равно, что ребенка своего собственного бесконечно пичкать витаминами и лекарствами бездумно. Ну, примерно то же самое. Вы же не понимаете, как вообще все это устроено у растений. Вы не знаете этого. В основном большинство растений, которые мы сажаем в свои сады, они когда-то были природными видами. Потом нашли какую-то мутацию, начали с этими растениями работать. Но по сути своей они когда-то без нас, вернее их предки, жили и до сих пор живут в природе. И как-то они обходятся без обработок и удобрений. И я категорически противник этого. Мульчирование – это лучшее удобрение для наших растений. Химические удобрения, они не только минералка, да, все это, они не только не особо сильно помогают нашему саду, а иногда очень сильно ему вредят, потому что мы сбиваем цикл существования, вот, всесезонный цикл существования растений. Они не могут остановиться в росте иногда из-за удобрений, потому что мы не можем правильно понять, сколько там его нужно. А вообще, как я уже сказала, не нужно нисколько, ну, хотя бы, да, как-то. Дальше, что происходит? Мы загрязняем сточные воды, потом это все, это вся эта несчастная минералка, сливаются куда-то гербициды, пестициды, вся эта химия, она куда-то девается, и чаще всего мы травим всю нашу экологию таким образом. А по поводу обработок, вот именно препаратами от болезней и вредителей, здесь есть очень такой критический фактор, как, собственно говоря, с антибиотиками для людей. Мы же не пьем их, когда у нас сопли. Мы пьем, когда действительно нам врач прописал, ну, в разумном, нормальном отношении к своему здоровью. Точно так же с растениями. Чаще всего люди обрабатывают больные растения, вообще не понимая, что, во-первых, эти обработки не помогут, а, во-вторых, обрабатывать не нужно. И там миллионы причин и факторов. Бывает, когда нужно. Но это 5% из 100. Чаще всего проблемы в неправильной посадке, в использовании неправильной земли и в подборе неподходящего места. Нашла наука какие-то более современные средства, какие-то современные витамины, современные какие-то БАДы. То есть, или все-таки ты за то, что как природа создала, так и есть? Ну, сейчас достаточно много внимания уделяется микоризным препаратам, да, это как раз та самая почвенная микрофлора, которая улучшает состояние растений. Но тут тоже есть такая фишка. Если у нас сад давнишний или рядом лес, то микориза у нас и так, если мы мульчируем, есть. А те микоризные грибы, которые мы можем купить и внести, не факт, что они не начнут завоевывать пространство и входить во взаимодействие с той микоризой, которая естественна и природна для условий нашего сада. Здесь прежде, чем что-то делать, нужно хорошенько это изучить и понять. Поэтому я бы чаще говорила о том, что если вы все будете делать правильно с точки зрения растений, комфорта для них, ничем не надо их не удобрять, не обрабатывать. Да, бывают исключения из правил, но я чаще всего в своем саду опять же предпочитаю с таким растением расстаться, потому что на общий облик сада оно никак не повлияет, чем убиваться и как-то выхаживать. Надо оценить здраво. Возможно это вылечить, невозможно это вылечить, причины, прежде всего установить причину, почему это произошло и принять решение. Чаще всего я просто отказываюсь. Я прям вижу заголовок про обрезание. Обрезку. А как я отношусь к обрезке? Ну, собственно говоря, что далеко ходить не надо, наш сегодняшний оператор, тоже Саша, он начинающий садовод, и первое, что он меня спросил, надо ли прищипывать молодые свечки у сосен. Я его спросила, зачем, и поставила этим в тупик вас обоих. Прежде чем что-то делать, надо понимать, зачем. И если до этого мы говорили про образ сада, то сейчас мы будем говорить про образ того растения, которое мы собираемся обрезать. Или как-либо иначе сформировать. И пока мы не понимаем, что мы от него хотим в итоге, лучше ничего не делать. Потому что вот эта история, что если мы будем прищипывать свечки у сосен, она станет пушистее, эта наша сосна станет пушистее, в некотором смысле, конечно, да. Но, во-первых, она у нас внутри полысеет очень быстро. Во-вторых, у нее появится очень много ненужных ей побегов. И если мы хотим из этой сосенки вырастить красивое стройное дерево сосна, похожее на то, что растет в лесу, чтобы она создавала в нашем саду тень, то ее не надо трогать. Пусть она быстрее растет вверх и создает нам тень. Потому что мы же не видели с вами, наверное, особенно в лесочке, затененном, сосен, у которых есть ветки и снизу, и сверху взрослых. Эти сосны, собственно говоря, вырастают вверх и дают нам тень от своей кроны. При этом ствол оголяется. Ну, зачем нам тогда вот это все щипать, чтобы там было 38 побегов, которые потом еще к тому же развалятся под каким-нибудь сильным снегом. А если мы говорим про карликов, то зачем их щипать, они и так карлики. А если мы говорим про образ дерева, который мы задумываем, или правильно подобрали вид какой-то там сосенки или ее сорт, то да, формировки возможны. И там есть, опять же, сразу много, несколько, как минимум, приемов. Мы можем ее стричь, создавая какую-то форму облака или какую-то геометрическую форму, и тогда это будет топиарная стрижка. Мы можем ее формировать в каком-то природном стиле, создавая из этого деревца образ такого старого корявого деревца, несмотря на то, что оно достаточно молодо. Или мы можем ее прищипывать, чтобы именно загустить сверху шапочку, опять же, отдавая себе отчет, зачем мы это делаем и что мы получим в итоге. С точки зрения гуманности, я же не могу пойти что-то вырубить. Но могу ли я что-то бумагно прийти в лес и забрать оттуда и перенести себе в сад? Ну, в принципе, особенно в Европе что-то забирать из природы запрещено. И я полностью поддерживаю эту философию, этот очень этичный подход. Но бывают такие вот посадки тех же самых сосен, где они посажены с учетом того, что многое из них погибнет. Кроме того, бывают сцилинцы, которые просто посеялись где-то на обочине дороги или где-то на кромке леса. И если вы, как бы, понимая, что вы делаете, не нарушая общую, да, красивую природную композицию, возьмете лишнее, грубо говоря, понимая, что, ну, вот это посеялось здесь, оно, их тут восемь, если я возьму одно, от этого не убудет. В этом нет ничего страшного. А с другой стороны, если мы там говорим о том, что можно ли выкопать растения в горах. Нет, нельзя. Потому что, как правило, у таких растений глубокая корневая система. И вы чаще всего не понимаете, что вы делаете. Растения вы на 99,9% погубите. Конечно, этого нельзя. Но нужно собрать семена. и в этом же и в этом же самом лесу, и в этом же самом, в этих же самых горах. И посеять это у себя. Оно вырастет. Вы не обделите ничем природу, потому что там ходит скот, вытаптывает, там летают птицы, там есть все те же самые муравьи и другие насекомые, которые все это растаскивают. Понятно, что вы не можете собрать все, но взять какую-то небольшую часть для себя, я считаю, что это нормально. Кроме того, благодаря таким вещам были спасены некоторые природные виды. Опять же, только это делали знающие, понимающие люди, но вот сейчас же происходит достаточно массовая стройка везде. Застройка и вырубка лесов и все остальное. И если вы растения осознанно спасаете, понимая, что через... У нас, к сожалению, нет сейчас никаких законодательств, хотя уже птичные компании начинают сначала пересаживать редкие виды с того места, где они собираются строить какой-то свой объект, отели или поселок, а уже потом эту территорию раскатывать для строительства. Но таких компаний очень мало. И если вы что-то спасете из вот таких условий, это тоже далеко не всегда плохо, это чаще всего хорошо. Очень многие виды исчезающие сейчас чаще встречаются в садах, особенно, если мы говорим про альпийские растения или какие-то другие редкости, чем в природе. Но можно обратно это потом высоветить. Слушай, но исчезновение видов, оно вследствие человеческой деятельности. Не считаешь ли ты, что это как такое законное продолжение эволюции, что одни виды исчезают, другие появляют? Ничего не появляется, к сожалению. К сожалению, если вид исчез, он уже не появится. А если вид исчез, то вот это разнообразие в природе, оно сдвигается в сторону более устойчивых, как правило, более сорных и менее декоративных растений. Еще один как бы комментарий в сторону взять из леса, он относится к тому, что чаще всего из нашего подмосковного леса вы возьмете сорняк, от которого потом будете очень долго избавляться. У нас не так много сильно декоративных растений, которые нужны и хорошо смотрятся в садах. Те же самые папоротники страусники, например. Это страшный сорняк. Вы просто заметите это через пять лет, когда бороться с ним будет уже очень тяжело. И отношение к климатическому изменению температуры утепления. Я считаю, что за историю существования нашей планеты такие изменения происходили несколько раз. И происходили они как минимум столетиями, а в некоторых случаях и тысячелетиями. На нашу жизнь ничего не изменится и не повлияет. Все весны отличаются друг от друга, все лето отличаются одно от другого. Я занимаюсь следоводством больше 23 лет. Каждый год все по-разному. Три твоих прямо фаворита, кого-то прям любишь, ты всегда готова о них говорить, ты всегда готова им любоваться, заниматься твоим. три растения не будет, будет три группы растений, потому что для меня это невозможно. Я люблю каждое растение в моем саду, их больше несколько тысяч. Первая группа это хвойные, вторая группа это альпийские растения и третья группа это весенние первоцветы, многие из которых мы сегодня снимаем. Начинающему садоводу что ты посоветуешь почитать? Я ничего сейчас не могу посоветовать почитать, потому что сама я не читала литературу для начинающих садоводов уже 23 года. А журналов такого качества как были раньше у нас цветники, садовник и все остальное к сожалению сейчас нет. Интернет наводнен чаще всего информацией, которая запудривает людям мозг. Я бы посоветовала смотреть такие каналы на ютуб например как мой каналы тех на кого я подписана в том числе канал Green Tips например это канал о декоративном садоводстве. Если говорить про формирующую обрезку плодовых я бы посоветовала Олега Рожнова. Если говорить про формирующую обрезку декоративных растений в том числе и хвойных в природном стиле я бы посоветовала Андрея Друсенкова Дау Бонсай его канал. А если говорить о топиарной стрижке наверное я бы посоветовала Сергея Багрова. Я в свое время училась на лекциях Юрия Борисовича Марковского и он был абсолютным гением к сожалению его уже нет с нами. Альпийскую тему я изучала опять же на курсах у Жени Тарасова. Но в некотором смысле часть этой информации уже устарела. Я как садовод продвинулась в некоторых вещах гораздо дальше. Хороших книг о садоводстве сейчас очень мало толковых грамотных. А то, что было раньше я не уверена что это сейчас можно купить. Во всех своих соцсетях я постоянно веду садовую тему. Я рассказываю о садоводстве в Инстаграме. я рассказываю о садоводстве в Телеграме. Я рассказываю о садоводстве на Ютьюбе. Подписывайтесь. Причем я стараюсь не дублировать свой контент. Во всех трех социальных сетях вы найдете что-то для себя отличающееся от других социальных сетей моих же. Подписывайтесь. У меня есть обучающие курсы. Я охотно отвечаю на вопросы. Поддерживаю садоводов. Я думаю что это хорошее начало. А там литературу подберем.